Всем привет, с вами Энки Толз и добро пожаловать на мой новенький видос. Как вы все знаете, недавно вышел трейлер новогоднего обновления 0.22.0. А это значит, что скоро выйдет новогоднее обновление. Ну и сегодня мы с вами поговорим о том, что надо скорее сделать до этого обновления, а что делать вообще не надо. Погнали к видосу. Начать хотелось бы с того, что разработчики недавно добавили в игру такую инфу, что выйдет новая система медалек. То есть вот сейчас у нас в игре такое, что когда мы доходим до 50 уровня, мы получаем медальку ветерана и у нас обнуляется уровень. А разработчики хотят сделать так, чтобы после получения медальки ветерана уровень не обнулялся, а оставался тот же. Также разработчики добавят награды за каждый уровень. То есть теперь можно точно знать, какую награду ты получишь на следующем уровне. Собственно вот это вот вы сейчас видите на экранах. Также выйдут новенькие медальки. Также будет добавлена еще и медалька Elite Gold. Она будет между золотой и платиновой. Конечно же выйдет еще пас новогодний, потому что ни одно новогоднее обновление, да и в принципе такое масштабное обновление не выходилось без паса. Также возможно еще изменится сама вот эта вот панелька с аватарками. Там будет показываться рамка вот такая вот, а также возможно на этой рамке будет уровень. Также думаю разработчики переделают карту Training Outside, потому что по информации есть там такая информация, что на заднем плане аватарки найдено Training Outside. Да, это не думают, что там просто снег сделают. Кстати, ребята, некоторый слив этого обновления есть у меня в Телеграме. Его вы можете посмотреть по ссылочке в описании. В YouTube я это вставлять не буду, потому что мне за это могут кинуть страйк. А вот в Телеграме пожалуйста. Ну а теперь давайте перейдем к моментам, что надо сделать до обновления. Как я уже говорил, будет введена новая система ветеранов. А также в ВКонтакте разработчики написали, что чтобы дать всем одинаковую возможность, они обнулят всем уровни. То есть если у вас сейчас какой-нибудь 30 уровень, то после обновления он станет нулевым. Точнее первым. Поэтому, ребята, если у вас какой-то крупный уровень, например, от 30-35, то обязательно постарайтесь дойти до ветерана. Ведь если вы не успеете получить ветерана, ваш уровень просто может обнулиться и все ваши труды могут пропасть. Поэтому обязательно получите медальку, если у вас есть такая возможность. Следующий момент. В новогоднем трейлере у нас были новые тычки. Так как раскрас у них не новогодний, скорее всего они будут в рулетке. Такая же рулетка, какая была и в Легенд Спасе. Поэтому люди будут покупать спины, чтобы скорее получить эти тычки. И скорее всего они будут сливать все свои скины. Ну, большинство своих скинов. Поэтому, ребята, если у вас есть ненужные скины, то самое время продать их прямо сейчас. Потому что потом уже будет поздно. Ну, а если же вы наоборот хотите купить какой-нибудь дорогой скинчик, то подождите, пока выйдет это новогоднее обновление. И если же выйдет эта рулетка, то уже тогда покупайте этот скин. Ну, а если же вы трейдер, то покупайте скины удаленной коллекции. То есть, например, в Фуриос. Если выйдет рулетка, то скины из Фуриоса сначала подешевеют. Вы их закупите. Потом пройдет время и они подорожают намного больше. Ну, а также я напоминаю, что кое-какой слив есть у меня в Телеграме. Также в Телеграме у меня проходят регулярно конкурсы, розыгрыши на разные скины. Поэтому, если хотите получать голдишку, то подписывайтесь. Ссылочка будет в описании. Ну, а на этом я буду заканчивать свое видео. Всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Я обязательно буду вас радовать контентом. Всем удачи и всем пока-пока.